Я уже огорчился, теперь огорчу тех, кто огорчатся, но скажу, что не стоит огорчаться. И не случайно здесь стоит цифра 14.09. Похоже, да, с его момента мне так и не дали запись с YouTube. Сегодня наши специалисты пытались это получить, я пытался получить, но говорят, что что-то у них не сработало там. То есть половина записи 7 числа и целая запись 14 числа накрылась медным тазиком. Ну, Бог его знает, таковы вселенские энергии, но, как говорится, нас не перешибешь простым обухом, мы стойкие. Сегодня я пройдусь по многим таким моментам, я-то тоже уже натренировался, понимаете, и поэтому я таким телеграфным способом или стилем отмечу самые основные моменты. Мы практически стоим уже в 10 этапе, и поэтому пойдем дальше. Но, до того, я бы хотел вам сказать, потому что между тем вебинаром этим было целый ряд событий, кроме того, что у нас идет переход на 10 этап. Мне еще и Неке Анджане пришлось слетать или съездить, я ездил на машине, она на самолете, в Минск, и подготовить встречу бразильских, тогда возможных, а теперь уже реальных партнеров. Я прокомментирую эту поездку, вы первые, кто вообще об этом слышите, даже правлению еще не было это доложено, скажем, или рассказано. Так что, давайте посмотрим, что там произошло. Я уберу сейчас, дорогие друзья, свое видео, потому что еще есть предположение, что может быть потому, что у нас тут интернет прыгает, и зависает время от времени видео, я видео просто уберу. Ну, есть, а какой есть, я в который раз это скажу. Значит, смотрите, здесь мы стоим с бразильским представителем, который выступал, и я впоследствии можно показать вам и, значит, некоторые моменты. Так, что там такое у нас, стоп, некоторые моменты, да, это господин Себастьяна, или Себастья Баррис Квинто, Квинто, из Бразилии, мы с ним сфотографировались. Здесь, вот, здесь, в это его сын, сын, член дивигации, вот, и здесь мы в ЭК-технопарке, вот они стоят здесь, Анатолий Гардович разъясняет. Был очень ветреный день, видите, как березы прямо там, это еще не удалось, самый такой момент, они там намного больше, прямо вот так вот загибались. Был очень ветреный день, после этого мы работали, или до этого, и там мы два дня работали там полностью, да, полный день. Здесь я специально поставил квадрат, там очень важная информация на доске, боже упаси, чтобы кто-нибудь не увидел этого, потому что это конфиденциальная информация. Вот, далее, тут Инета, на этом снимке Инета Анжаны, вот, господа из Бразилии, как раз здесь, значит, тут не видно, наверное, я не могу, попробуем, нет, не дает, на Белоруссию, на нулевой километр палец держит. Были производственные, они были просто, значит, удивлены, приятно, да и я, откровенно говоря, мы видим с вами здесь сейчас большой Юнибус-вариант, который на 48 или даже на 64 мест готовится, там все детали разложены, верхняя часть подвесная тоже готова, то есть он практически готов, вот, для отправки в Экотехнопарк. Это очень важно. Я, кто немножко разбирается в металлообработке, поскольку, ну, приходилось и приходится иногда, теперь-то уже нет, а какое-то время назад мы работали с предприятиями, выпускающими металлоконструкции, металлообработкой, занимающейся, выпускающими для машиностроения и предприятий машиностроения, то лазерные резки, очень уникальный станок, очень хороший, вот здесь удалось снять, когда он готовит для наших устройств детали, вырезает из электротехнической стали, вот, и дальше видно, я запечатлел специально, это отходы, они стоят на поддоне, отходы, то есть мы видим, насколько абсолютно полностью используются все возможные места, для того, чтобы максимально использовать электротехническую сталь, и это нормально. Тут лежал какой-то другой, какая-то другая еще, вернее, исходный лист, который тоже был, я-то понимаю, что он был максимально использован. Вот, далее, мощнейший, хороший станок для резки металла, у него очень хороший параметр, не будем вдаваться, это радует. Далее, небольшая заготовка в лаборатории моторов, электромоторов для наших транспортных устройств. Так, и, что интересно, в этом же цехе существовал банк идей. Мы спросили, значит, что там это, наверное, это Анжаны стоит, она очень воодушевилась, но, когда в цехе есть банк идей, это говорит о том, что предприятие работает по методам совершенствования, используется потенциал работников, как говорится, от самого плинтуса до самого потолка, вот, и это тоже показатель, дорогие друзья, я вас уверяю. Поэтому это очень большое, я прямо специально сам сфотографировал, это мои фотографии все, может быть, они не самые лучшие, но, по крайней мере, показывают, что там происходит. Вот, и таким образом, в принципе, столько вам о, как бы, фотографиях о посещении бразильцев. Теперь, что для меня, значит, считаю, я вот важным до вас донести. Я должен вас порадовать, я сам-то уже порадовался, да, вот, открывается, друзья, еще один регион. Это Южная Америка, серьезный регион, это очень большая страна, она имеет очень большой потенциал, и вот этот господин в шляпе, который, с которым Себастьяна, он считается, ну, как бы, он очень почитаемый человек в Бразилии, он публичный человек, Родриго, его, извиняюсь, Родриго, его сын, значит, который, который тоже, ну, он бы переводил, и он там тоже находился, Родриго Квинта, он тоже очень образованный человек, и они сразу поняли, вот, здесь хорошо видно, вот, на этой фотографии, вернемся обратно, пройдясь, это второй день, они полностью поняли возможности и перспективу этой транспортной системы, вот, и обсуждалось уже конкретные возможности. Анатолий Эдуардович очень доходчиво, ну, практически, вот, я еще раз, как бы, и воодушевился, и в какой-то степени удивился, его способности очень просто, структурно формализовать и донести до людей возможности, и одновременно это показать с позиции, а какие задачи перед вами стоят, дорогие друзья, если вы заинтересовались в этой технологии. И Родриго, имеющий очень хорошее высокое образование, он сразу же и высказался, что могло бы быть то-то, 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 то есть, практически рассматриваются все возможные варианты, и они уехали, уже прислали свое видение, как организовать процесс и как отселектировать пилотный проект, потому что они живут в небольшом трехсоттысячном городке сами, но видят, что есть возможность портовую систему, как пилотный вариант организовать, именно на базе технологий Skyway, то, о чем Анатолий Эдуардович в последнее время и в Индии говорил как раз, и второе, это так называемый пилотный проект открытия в их собственном городе, где есть очень интересные, у них есть еще другие проекты, но это все ближайшее будущее. И так вот, чувствуя, мы сегодня обсуждали с Индой Анжаной, что так чувствует моя душа, что еще не закроется этот год, придется туда ехать, и не придется, точно придется, уже был заказ оттуда от Родриго, что давайте подготовим то-то, 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 и, скажем, через месяц или в течение месяца мы должны еще встретиться уже на месте. То есть, процесс идет очень мощно, дорогие друзья, я вас еще раз с этим поздравляю. То есть, не только другие страны, а одна из ведущих стран Латинской Америки или Южной Америки, и это очень важно. Теперь самое главное, здесь динамично идти дальше. Вот столько, коротко вам, значит, информации по этому поводу. Потом, если вопросы будут, можете задать, вот, но сейчас я тогда перейду к нашему сегодняшнему выбору. Себинару к части, ну, скажем так, профессионально-информационной. Что очень важно сегодня? Ну, важно всегда то, что мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо, завтра нам дети. И что интересно, примерно то же самое сказал и Родриго, когда он, как бы, высказался. Он говорит, мы приехали не с чистым листом, у нас уже была информация. Наши партнеры в Бразилии подготовили их. Вот, и там есть мощнейшие, но страна непростая в порядке, скажем, законодательства. Но инвестировать, это практически тот же самый случай, что и в Индии. Но инвестировать в проекты своей страны они могут. Но там есть другие варианты поддержки уже даже нашего. Потому что они смотрели, что начинать строить у себя экотехнопарк, это длинный процесс. Вот, строить уже надо пилотные проекты. Поэтому они опять-таки уехали с задачей найти варианты возможные. Возможные варианты, как, скажем, инвесторы Бразилии могли бы уже начинать инвестировать, подключаясь к процессу инвестиций в экотехнопарк и развитие скорее технологий именно на базе Марьиной Горки и нашего производства. Кстати, еще одно положительное замечание начальник производства или директор производственного корпуса всего проинформировал гостей, что вот это здание у нас только опытно-экспериментальный цех, он уже называет его цехом или отделом. А два больших здания, производственных здания рядом, одно уже есть, оно просто будет адаптироваться под наши задачи, и второе, под второе готовится документация для того, чтобы его спроектировать по типовому проекту и там начинать строить производство. То есть производство юнибусов и производство, и другие производственные цеха. То есть этот процесс идет. И таким образом пойдем дальше. Вопросы на, здесь они практически, вопросы на сегодняшний день тоже. Я повторюсь, я думаю, что это не помешает никому. Вот, и таким образом, таким образом, таким образом, таким образом смотрим, значит, что у нас тут есть. Повторю. Чем характерен десятый этап? Мы уже стоим в нем, поэтому тут сильно, сильно не надо уже о девятом больше говорить. Завершение, что нужно и что можно будет делать в девятом, в десятом этапе. Это завершение рабочей, создание рабочей документации на высокоскоростной междугородний тестовый комплекс. С 16 километров было для, уточнено было, что позволят только сертифицировать до 450 километров в час. Но чтобы иметь запас и задекларированное осуществить, нужно 23 километра еще достроить. Таким образом, сейчас участок уже и был сделан, когда вот Белэнерго и белорусское государство, парламент это дело ратифицировал, то у нас такой участок есть, но его еще надо завершить, дать документацию на высоко, и это все сделает. То есть, это десятый этап. Вывод, то есть, или, скажем, переключение группы почти 80 конструкторов на разработку четвертого поколения высокоскоростного транспорта. С чем оно связано? Что это за поколение? Это поколение тех юнибусов скоростных, которые преодолеют морские участки в различных вариантах, обеспечится высокоскоростное движение в тоннеле, в том числе в вакуумном или полувакуумном. Там разные варианты есть, даже, скорее, технология это дело рассматривает. Но это не вся трасса в вакууме, а определенные участки прохождения. Это четвертое поколение. То есть, у нас еще не тестировано ни первое, ни второе, ни третье, вот, или оно разработано, что-то уже отошло, как бы, в архив, а мы работаем с третьим поколением сейчас, а на повестке дня четвертое поколение. Это очень важно, дорогие друзья. Десятый этап. Это трансфер, под это пойдут залоговые акции, 5 миллиардов акций. Третье. Работа в экотехнопарке и продолжение работ по созданию опытной промышленной производственной базы. Да, это, вот, все, что я по производству вам сказал, это из этой серии. Все то, что осуществляется в экотехнопарке и за его пределами, это тоже из этой серии. Трассу-то надо строить, видите, вот эту трассу надо строить, и это будет делаться. Я зайду вперед или вбок, сделаю шаг, как в танце, и скажу вам, что, кто внимательно слушал выступление Виктора Бабурина на телемосту, или на телемосте, на телемосту, скорее всего, значит, в субботу, то он там сказал, что будет, вот, буквально, ему был задан вопрос, который был подготовлен нами с вами вместе, да, что будут внесены изменения и дополнения, которых требует ситуация реально, которая развивается, интенсивно развивается в процессе реализации проекта, и это будет все внесено в документы, находящиеся, ну, в наших личных кабинетах инвесторов. И это тоже прозрачность, дорогие друзья, это очень важно, потому что я тоже на телемосту говорил, или в холоде телемоста говорил, что были неофициальные встречи с представителями финансовых контрольных органов, вот, и они даже были удивлены в какой-то степени, потому что они тоже присматриваются, что такое краунфайнансинг, они были удивлены, насколько подробно инвесторы получают информацию о процессе. Продолжение следует... 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 и как видонарь, видонист-статист, я fiquei очень хорошо впечатляет от того, что я видел, о патриоте, о технологии, и видимо, что транспортный, о desлокировании, сегодня представляет много на экономике, в любом стране. Экономичность, поэтому технология, приводит к тому, что нам приводит к большому поводу, для рейтинга, для рейтинга, для наций. И какие перспективы вы видите на SkyWay в вашем стране? На нашей взау, это достаточно широкий, мы очень хорошо находимся в нашей стране. Мы добавляем три руководственные государства, есть у нас большая таиндная верновь в мире, мы Jamie Анатолия, мы позже у патриотинга, мы провели разочные пары, я бы провели их на многом уровне на SkyWay. и для успеха института на регион. Спасибо. И в соответствии с тем, что вы видели и все, что вы говорили с Генерал Конструктором, вы можете рассказать нам несколько слов о том, что будут быть следующие степи в сообществе между вашим страном и нашей компании Skyway Technologies? Я вижу огромное возможность, tanto в момент в России, в том числе, в том числе, с 늘ением, также, с реальностью, в том числе, в процессе. О районе сегодня уcyclается очень большой компрессии для democratа, и у компании до Порта и Skyway, очень вкусные продукты. И мы будем подготовиться к выставке на регионах, на регионах, на регионах, на регионах, и в Сенатухе мы будем им хорошим трансформироваться. И у нас есть очень сильная ценность, которая называется «credibilidad». Мы очень познакомились в том, чтобы сделать лидерство этой партии. Большое спасибо. Мы желаем вам хорошего счастья. Спасибо. Продолжение следует. Извиняемся. Киномеханик извиняется за причиненные вам неудобства. Но спасибо Алексею Дьякову. Он немножко вам помог посмотреть, послушать информацию. Ну вот выбивает. Что-то где-то не так. Это все происки империалистов, скорее всего. Ладно, пойдем дальше, дорогие друзья. Работа с заказчиками. Важный тоже момент. Идет работа головной компании. Потенциальных заказчиков ищут все. Инвесторы в том числе. Вот бразильцы. Они как раз появились только благодаря тому, что наши инвесторы из Голландии работают с Германией, работают с ними. Поработали, проинформировали, они приехали. Причем Родриго сказал, что я ехал очень пессимистично посмотреть, ну что там у вас происходит. Примерно то же самое, что рассказывал Ротхук в 2015 году, в августе месяце, когда его первый раз встретил в Минске. И точно, ну скажем, слова может быть другие, практически то же самое. С ними надо работать. И этот процесс тоже будет. Это десятый этап, дорогие друзья. Десятый этап. Смотрим дальше. Я повторю информацию, которую директор Скавей Кэпитала передал, чтобы вы знали, что идет активная работа с различными брокерскими компаниями. Impact Trading. Это компания, которая имеет лицензии на финансовые услуги, на Мастеркард. С ними идет работа. И вот по этим двум пунктам он как раз на Телемост просил передать эту информацию. Я ее вам повторяю, чтобы вы знали, те, кто не смог Телемост посмотреть. Значит, ну тут важно. Просьба по инструкции, регистрации и верификации. И система будет работать. И не надо будет суетиться перед тем, как наступит одиннадцатый этап. А он не за горами, друзья. Он очень близко. Он вот-вот-вот за стенкой, можно сказать. Поэтому это очень важно иметь в виду. Что это такое? Опять кто-то дергает. Значит, смотрите. Далее. Договор. Следующей недели. То есть, на этой неделе еще одна виза Мастеркард будет. Скорее всего, к концу недели. Потому что немножко пришлось продлить. Не продлить, а удлинить процесс перехода на пару дней. Договор с Транстэк. Об этом мы говорили. Я еще вам покажу. От десяти долларов и выше. Кроме запрещенных в личном кабинете стран. Из всех стран самый дешевый вариант работы. Это компания Транстэк в Эстонии. И площадку использует для ввода денег инвесторов через PayHub. Об этом еще слегка потом скажу. Доработан дизайн личного кабинета. И далее. Автоматизация напоминания оплат по рассрочкам в виде автоинформатора. Звонок на языке инвестора. То есть автоматически это будет осуществляться человеку. И, скажем, меньше будет забываний и разной суеты с напоминаниями изменениями. Таким образом, высока вероятность... Я уже об этом сказал. Если есть связи с владельцем платежных систем, свяжитесь с нами для сотрудничества. Это очень важно. Orange Pay через товарную оплату китайских товаров, агент нашей компании. Что это значит? И что здесь Евгений Кудряшов просил напомнить инвесторам? Дорогие друзья, это то, что не тушеваться, когда осуществляете через Orange Pay. И получается, что вроде бы инвестируете, а там появляется, что, пардон, пижаму приобрели. Ну, что-то типа этого. Не совсем так, я утрирую специально. Это для того, чтобы финансовые средства были зачислены, но Skyway Capital гарантирует, что они появятся в вашем кабинете. Нам важно, чтобы средства, которые инвестировал инвестор, с одной стороны, дошли до своей цели, а с другой стороны, инвестор получил бы адекватный ответ в виде средств на его личном счету в кабинете, для того, чтобы осуществить процесс оплаты или же инвестирования и получить свои залоговые акции или свой залог в виде акции. Далее, вот раздел об личный кабинет, который будет разъяснять по всем платежным системам. Это будет на всех языках, не сразу, но на русском, на английском и там на пару языках будет практически сразу. Поэтому это очень важно, дорогие друзья. Далее, десятый этап. Повторюсь, залоговых акций 5 миллиардов под инвестиции 25 миллионов. Дисконты мы видим здесь так. Одиннадцатый этап. Вот он следующий. Видите, здесь 5 миллиардов, 4 миллиарда, 3, 2, 1,5, 1,5. А инвестиционные суммы одинаковые. Здесь образно. То есть, до конца осталось 14 миллиардов залоговых акций под инвестиции 150 миллионов долларов. С десятого по 15 этап. И это тоже факт, прошу его не забывать. Сравним, дорогие друзья, для того, чтобы понять, в каком процессе инвестиций мы находимся. Девятый этап. Так называемая инвестиционная ценность одного инвестированного доллара было 0,092 доллара. Это практически меньше одного цента на одну инвестиционную акцию. Поэтому здесь взято 100 тысяч акций, что показывает 100 тысяч акций. Их инвестиционная ценность 920 долларов США. Девятый этап. Десятый. Это усредненные суммы. Там можно по-разному считать. Зависит от... Не будем вдаваться в математические подробности. Для сравнения, чтобы мы поняли. Такой же инвестиционный объем, но ценность уже выше. Одиннадцатый. Еще выше. Видите, здесь разница 400. Здесь уже 700. Тут 500. И так далее. Выше, выше, выше. И так уже на пятнадцатом этапе будет то же самое. Но ценность будет такова. То есть здесь мы видим одной акции. И ее инвестиционная ценность. Залоговая акция такова. Акция залоговая в один доллар. 5 центов из американских долларов. Далее. Сравните. Еще раз. Пятый этап. 100 тысяч акций. 100 тысяч акций. 330 долларов. Десятый этап. 1300. К чему это говорю? К тому, чтобы понять, что уже с пятого по десятый этап получен рост ценности. 394 процента. Если это за 12 месяцев, за 20 месяцев это 19,7 процентов в месяц. Инвестируя в девятом этапе, который инвестировал, в десятому этапу можно осуществить таким образом в сравнении, что с девятого по десятый этап это 6 месяцев прошло. Уже пока шел этап, это 23,5 процента в месяц был рост, так называемая интенсивность, прибавление, нарастание инвестиционной ценности одной акции. Ваша инвестиция сделана в 2015 году уже расчетно обеспечивает прибыль. А за этот год обеспечивает прибыль интенсивнее. И так будет с каждым этапом. Поэтому еще раз вам повторюсь, заботитесь о емкости вашего портфеля инвестиций на каждом этапе. И даже на 15-м это будет важно, дорогие друзья. Идем дальше. Теперь повторюсь еще раз, что смотрите, что у нас на бизнес-плане таблица 9.1 уже есть, показано. Когда вы спрашиваете, когда дивиденды, вот они дивиденды, видите, выплаты дивидендов 469 миллионов. Видите, миллионов долларов США здесь показано. Это в 2018 году, за 2018. Не в 2018, а по результатам 2018 года будет оплачено. За 2019 столько и так далее, и так далее, и так далее. Не буду повторяться, что я уже рассчитал на 2021 или 2020 год. Вот сюда я вижу, что здесь будет мой инвестиционный портфель. Мне позволит сделать хорошую покупку, которая не будет являться инвестицией, а будет расходовать мои инвестиции или пассивный доход. Это какое-то новое транспортное средство, более современное. Так, значит, теперь пополнить счет технологии. Смотрите, еще раз пройдемся. Вот инвестиции, пополнить счет. 50 долларов, это мой пример. Пополнить. Далее. Мне выпадает сразу пополнить счет, в чем? В евро. В евро. Нажимаю. Мне дают систему сразу. Выбираю. Я говорю сейчас за систему международный банковский перевод от 10 долларов. Комиссия 0%. Время зачисления от 1-5 рабочих дней. Фактически сейчас налаживается процесс и будет осуществляться в течение 24 часов введения средств на ваш личный кабинет перечисленных. Что является основой? Основой, когда нажимаете вот здесь, значит, выбираете эту систему, то для вас вы можете найти там у себя инвойс. Должны, не можете, а должны найти. Видите, я вам говорил, Транстег это, скажем так, партнер с Кавей Кэпитала. Вот создана им компания в Эстонии. А площадкой пользуется услугой PayHub.AS. Это компания, которая имеет лицензию для того, чтобы обслуживать, оказывать услуги компаниям. Вот. И принимать средства. Вот эти мои 50 долларов. Они были перечислены. А попросил-то я в евро, да? В евро перевести. Извиняюсь. Вот здесь я попросил перевести в евро. Видите, вот здесь, да? Евро. Тут сразу показалось, для оплаты будет 41.30. Смотрим. Есть тут 41.30? Есть 41.30. Перевод. Что важно писать там, где назначение? Это то, что здесь написано. Но будьте внимательны. Чего только не пишут. У меня сегодня такой неприятный разговор был в банке, что ну вот мне просто вот взяли и размазали по столу. Когда я ходил как представитель, беседовал с ними, уговаривал, значит, что ну не выключайте нас там, не выключайте. Люди что только не пишут. Пишут только номер телефона. Все. Вот это, например, написал. И все. И думает, что все. Банк спрашивает, говорит, это что осуществляется, вы что, а служит телефонную какую-то компанию, что ли? Нет, вроде. Они говорят, ну посмотрите, что у вас. У вас же в договоре написано, что вы занимаетесь новыми технологиями. А тут ерунда какая-то получается. Надо писать все. Но можно и более укороченно сделать. У кого не позволяет система, сейчас я покажу где. Видите? Значит, кто здесь? Имя получателя. PayHub. AS. Счет получателя. Это все есть здесь. Видите? Получатель. PayHub. Счет получателя. Если надо его адрес, ну внесите его адрес. Напишите просто Таллинн или Эстония. Так? Если длинно получается. Здесь полностью все. Адрес полностью внес. Государство получателя. Эстония внес. Наименование адрес банка, через который это осуществляется. Это тоже надо внести. И это вот здесь на счете есть. Вот он. Банк. Видите? АЭС. Эсти Кредит Банк. Его координаты все переводятся через корреспондентский банк Бельгии. Бельгийский банк. Таким образом, это все здесь есть. Пошли дальше. Смотрим. Вот здесь ничего другого не оформляется. Бельгийский банк. Его SWIFT. Счет. Пум-пум. Больше ничего. Сумма. Это мой валютный покрытий. У меня тут были. Так я их скрыл на всякий случай. И пояснение. Инвойс номер. Инвойс номер. Вот он. Да? Вот он инвойс номер. Смотрите. Инвойс номер. Наверху. Вот этот номер. Вот инвойс номер. Так. Я его здесь внес. Дальше смотрю. Какого числа? Одиннадцатого. Для Транстеха. Все. Для кого? Вот это самый короткий вариант. Который проходит. И на всякий случай номер телефона. Но не номер телефона. И больше ничего. Не номер инвойса. И больше ничего. Не для Транстеха. И больше ничего. Инвойс. Какого числа? Для кого? И на всякий случай номер телефона. Понятно. Да? Это очень важно. Передавайте всем. Кого вы знаете. И кого не знаете. И пользуйтесь сами. Еще раз показываю. Здесь оно есть. Здесь тоже все. Здесь есть. Дорогие друзья. Поэтому. Поэтому. Я сейчас готов ответить на ваши вопросы. А. Нет. Извиняю. Сейчас я посмотрю. Тут у меня что-то дальше было. А. Извиняюсь. Смотрите. Еще раз повторю. Что мы говорим. И что делаем. Венчурный инвестиционный проект. Да. Это венчурный инвестиционный проект. Проект стартап. Или таких никто не делал. И теоретически они считаются достаточно рисковыми. Если не сказать, что рисковыми. Но не делал никто. Все спрашивают, дергая за рукав. Где-то это уже двигается. Когда говоришь. Да. В экотехнопарке. О. Это уже интересно. Раньше мы говорили. И вообще нигде еще не двигается. Теперь двигается. Теперь показываем фотографии. Показываем реальные объекты. Спрашивают. Да. Анимация красивая. А есть ли реальные движения? Да. Есть. Показываем. В экотехнопарке реальный юнибус. И реальный юнибайк. И реальный юнитрак. Двигаются. Перевозят. Тестируются на различных скоростях. В различных режимах. Все записывается. Я не стал делать фотографии. Интереснейшая аппаратура стоит для тестирования. Как в производстве. Опытно. Экспериментальном производстве. Так и в экотехнопарке. Целая машина. Туда мне сказали, что постоянно дополняется еще какое-то оборудование. Более точно. Более как бы быстро. И так далее. Здесь. Здесь значит гарантии возмещения кредита. Что является гарантией возмещения кредита? Нет никаких. Ничего нету. Более гарантийного, чем гарантийные акции. Это и есть залоговые акции. Это гарантия. Это гарантия. Когда мы объясняли базильцам. Да, это понятно. Да, понятно. Если вы говорите, что это венчурный проект. То сразу становится все ясно. Гарантии возмещения кредита. Это как раз вот то, что человеку эта гарантия зафиксирована в реестре компаний. Это самая железная гарантия. Когда показали. Я показал в своем компьютере, где у моей гарантии. Мы говорили, да. Все. Все окей. Залоговые акции. Или это залог. Это ограниченного доступа акций, дорогие друзья. Они не находятся на открытом рынке. Это внутри компаний деятельность. Да, высока выгода. Высока. Но выгода постоянно снижается в плане номеров. Потому что риски-то тоже снижаются. Были одни дисконты. Сейчас другие дисконты. Завтрашнего дня. А через месяц еще какие-то другие. Еще через пару месяцев другие. И глядишь, там к концу года уже мы будем где-то. Рядом с 15 этапом. Вероятно. А вероятно может быть и нет. Все зависит от инвестиционного потока. Поэтому, когда спрашивают, а когда будет следующий этап, я рекомендую, дорогие друзья, куда смотреть? Смотреть вот сюда. Что у нас на каждом этапе запланировано. Вот. Вот куда. Ага. Есть инвестиции. Собрали мы столько инвестиций или нет? И это не самоцель вот этих инвестиций. Для чего они нужны? Инвестиции нужны для того, чтобы мы могли осуществлять конкретно на 10 этапе. Вот это здесь основные. Это не все. Там еще много таких задач. Я вывел основные, которые показывают с разных сторон. И более коротко это дело все описал. Понимаете? Поэтому этот процесс очень непростой. Но он идет. И поэтому, да, риски снижаются. И поэтому ваучер рисков тоже становится более, как бы, ну, жиденьким. Но, тем не менее, он есть. Он есть. Он по цифре становится меньше. Поэтому, но мы когда-то говорили, там много интересных моментов в связи с риском. В связи с снижением рисков. Что мы делаем в этом случае? Прошу вас передавать всем другим. С ним говорить только то, что выяснили. Поэтому вебинары, различные чтения там книг. Скачивание материалов с сайта головной компании. С сайта Анатолия Дуаровича Юницкого. Там колоссальное количество материалов. Друзья, если вы, не если, а когда вы с этим ознакомитесь, вы станете прямо, ну, на порядок, на несколько порядков компетентнее по этой технологии. Но не можем мы с вами идти предлагать кому-то, что давайте, хорошие технологии, на одно вдохновление. Надо знать и существо дела. Поэтому говорить только то, что выяснили. Иначе мы не, как бы, ну, как бы, нам нельзя доверять, когда мы говорим то, что мы слышали, но не знаем. И многие пытаются это говорить. И много неразберихи в этом. Много энергии тратится на то, чтобы потом выяснить. А где это сказано? Бельгийцы спрашивают у своих лидеров. А где сказано то, что будет там, значит, 5, там, 10 долларов стоить акция на... Где гарантии того, что они будут? Они уже посчитали дома, что они уже миллионеры, там, все. Купив там 10, или, значит, не купив, а инвестировал, да. Они говорят, что купив, а фактически инвестировал, получив в залог акции. Они думают, что они уже прикупили, а фактически это их залоговые акции. Вот. И они думают, что уже там 5 раз, там, 10 раз они... Нет, это процесс, дорогие друзья, и гарантий нигде нет. Поэтому это и есть тоже риск. Когда будет? Но когда-то будет. Бизнес-план, я вам показывал таблицу 9.1. Как это и когда будет? Поэтому это надо тоже учитывать. Все называем своими именами. Не знаешь, как назвать, Марью Петровну? Не называй никак. Так, скажи, уважаемая женщина, я утрирую, не знаешь, что сказать. Как назвать? Не надо придумывать, что там это какие-то доли, еще что-то. Скажите, что это ценная бумага, которая не находится в открытом обороте. Все. Может быть, тоже для кого-то мудрено сказать. Скажите, просто залог, просто гарантия. Получаю гарантию. В виде чего? Акции. Все. Тема сказана. И так обо всем основном. Об остальном. И это является залогом. Это является гарантией. Гарантией, дорогие друзья, являются те фотографии, которые я вам сделал и показал здесь. Вот видите. Вот они, гарантии. Вот это гарантии. Вот они, гарантии. Вот гарантия. Это гарантия. Это гарантия. Это тоже гарантия. Потому что мы знаем, что производство не в пустую штампует и вырезает материали, а экономично, наилучшим для всех способов. И это все. Это гарантия, дорогие друзья. Вот это гарантия. И будет очень много выпускаться, это производство строится. Это тоже гарантия. И вот это, на что показывает инета, это тоже гарантия, дорогие друзья. То есть система гарантий работает по полной программе. Поэтому излагайте официальную позицию. Официальную. Моя позиция зачастую бывает тоже неофициальной. Понимаете? Поэтому на меня ссылаться можно, но мало ли кто как понял. Приведу вам конкретный пример. Один из инвесторов, очень больших инвесторов из Германии, мне пишет, говорит, Владимир Маркович, правильно ли я вас понял? Молодец. Сейчас переспрашивает, правильно ли я вас понял, что уже начиная с 11 этапа, скажем, а нет, извиняюсь, там вопрос был такой, что уже начиная с этого года мы получаем дивиденды. Я говорю, нет, по результатам 2018 года, не по результатам, это мы получали бы в 2018 году, а по результатам 2018 года они оплачиваются в 2019 году. Но уже хозяйственные результаты 2018 года позволят выплачивать дивиденды. И они обозначены в бизнес плане. Он говорит, о, слава богу, хорошо, что я переспросил, а так бы начал всем тут своим германцам рассказывать, что на следующий год мы уже вон 400 миллионов на дивиденды будет выделено. А это не маленькая сумма, дорогие друзья, на дивиденды. Понимаете? Поэтому излагаем официальную позицию и переспрашиваем, если что-то не понимаем. Далее, готовимся профессионально. Об этом я уже говорил, можно повторяться, можно говорить об этом и так далее. Общаемся, обращаемся за разъяснением. Вот конкретный пример, человек обратился за разъяснением, и это очень важно. Вот. Поэтому давайте я немножко отвечу на вопросы. Когда их продать можно будет, Серж? Ну, продать вы сможете так. У кого-то вы там спрашивали. Ну, никогда. Вот, Михаил, спасибо. Шикарный ответ. Потому что не имеет смысла их продавать. Михаил сразу это дело понял. Ну, вот, и пусть вас греет мысль, что вы практически миллионер. Не только греет и обеспечивает, обеспечивает, дает вам благополучие, Сергей, потому что, или Серж, потому что вы знаете, что у вас есть капитал. Это не то, что вам сказали, слушайте, уважаемый Сергей, или там Сергей Петрович, или как вас там, или Серж, там, неважно. Что вы будете, может быть, нет, говорят, получите пенсию. Что такое пенсия? Она меньше прожиточного минимума в государстве. И это, скажем так, в 85%, если не в 90% государств мира. Посмотрите, что творится в мире. Когда мы с бразильцами беседовали, и я вставил свои 5 копеек в беседу, сказал, что вы же понимаете, я просто обращаю ваше внимание, вы это понимаете. Но я обращаю ваше внимание, что проект Скайвей, всякий проект, он является еще и социальной поддержкой, проектом социальной поддержки населения. То, что сейчас люди инвестируют, они создают себе гарантию, социальную гарантию на последующую жизнь. Это будет не завтра, но это будет послезавтра, через год. Это будет еще более, чем дальше, тем больше. И это и есть социальная программа. И Родриго сразу сказал, о, это очень важный аспект, и нам это очень важно в Бразилии. Потому что мы знаем, что платить пенсию, социальную защиту осуществлять людям становится все тяжелее и тяжелее. Хотя у нас много людей в Бразилии проживает, но тем не менее это проблема. Поэтому вот это тоже надо очень правильно понимать, готовиться профессионально и обращаться за разъяснением. Но когда, никогда, дивиденды будут, да, будут в 2018, а за, по результатам, Сергей, 2018 года. Можно, откуда дивиденды еще стартапы? Да, пока сразу нет, правильно, Александр? Алекс из Днепра или Днепропетровск, откуда? Здравствуйте, когда компания сменит венчурный статус? Ну, когда проект эко-технопарка закончится. И сертифицированная технология будет. Сразу и каждый следующий уже проект, он станет не венчурным, а станет реальным проектом. Вот тогда. И это конец этого года, друзья. Когда пойдет оплата по контрактам и компания перейдет на самофинансирование. Ну, вы знаете, дело в том, что самофинансирование, это палка двух концах. Почему это так? Кто там спрашивает? Станислав. Я вам покажу один слайд сейчас. Вот этот слайд, посмотрите. Кредиты и займы. Как вы думаете? Значит, что лучше делать? Например, мне или вам, Станислав, держать ваши деньги в банке. Банк собирает у вас, у меня и у миллиона таких, как мы. И начинает отдавать в наш проект, Скайвей, ну, не знаю, где-то там, где вы живете. Ну, не важно где. В любом, в любую страну. Потому что везде наша головная компания GTI является генеральным подрядчиком. И она берет там кредит. У банка, начинает банку платить там. Ну, ладно, есть страны, где есть хороший процент. Но вам все равно есть процент, дорогие друзья. Это судный займ. Мы сами себе создаем проекты. А не проще ли нам кредитовать самим? Ведь мы практически сами кредитуем проекты. Поэтому самофинансирование – это вопрос о двух концах, если не о трех концах. И на эту тему мы тоже будем поговорить с вами время от времени. Но спасибо вам за вопрос. Здесь более длинная еще подоплека, но я не буду, вы, грамотный человек, сами поймете, почему и как не так уж выгодно. Ведь мы сами, понимаете, это типа того, что вот строится жилой комплекс какой-то. И группа людей вырывается и говорит, о, мы построим сюда большой торговый центр. Мы построили, и мы, оплачивая за продукты, которые ходим покупать там, оплачиваем бизнес этих людей. Это одна форма хозяйствования, потому что арендные платы высоки, соответственно, цены таковы, надбавки таковы. Потому что килограмм картофеля, который бедный хозяйственник или фермер продает там посредникам, он стоит единицу. Когда мы начинаем покупать, он стоит шесть единиц. А что там за этими пятью единицами стоит? Сами понимаете, что. Оплата разных аренд, разных посредников. Теперь вторая модель. Мы с вами знаем, что в этом районе строится, мы жители этого района. Мы скинулись, сами построили торговый центр и начинаем его финансировать. Мы получаем, мы снижаем там определенные расценки, потому что там наши деньги. Мы не банк, который под суду дает кредит. Понятно, мы выстраиваем более гибкую систему финансирования. Это наш совместный проект. Мы дешевле покупаем продукты. Но мы одновременно, являясь пайщиками или акционерами, еще получаем пассивную прибыль. Не такую, может быть, большую, но все равно получаем. Мы-то туда инвестировали. Не банк получает интересы, а мы получаем это в виде дивидендов за определенные периоды. Есть разница, дорогие друзья? Есть, я думаю. Так, Владимир, в начале вы сказали о банке идеи. Да, сказал. Не я сказал, а показал. Было бы полезно создать возможность для подачи предложений партнерами. Нас околочили. Да, по словам Сибирякова. Правильно. Нас, кто проинвестировали, ну, скажем там, ну, условно говоря, от одного доллара и до пяти миллионов, да, всего 400 тысяч. Уже более даже. Или около. Я думаю, даже более. Кто-то из нас мог бы предложить идеи полезные для того, что... Ну, не для... Да, для нашего проекта. Конечно, мог бы. Ведь мы и предлагаем. Но для этого надо компетенции свои. Помните, там, что я нам показывал, да? Надо знать, во-первых, о технологии. Нехило, да? Готовимся профессионально. Не просто так, что там высказываем. Вот. И, естественно, конечно, для этого у нас есть чат. Там сильно идей много не появляется, адресных проектов. Пока. Можете туда подключаться, и вы, если вы еще не подключились. Идея, конечно, можно и нужно. Да, обучаться нужно. Но у нас средств сейчас нет обучать. Я все уже целый год обещаю, что будет подготовка. Но нет средств. Самое главное, времени нет. Поэтому наша задача сейчас не готовить специалистов. А наша задача обеспечить как можно более быструю сертификацию. Или, скажем, процесс. Не быструю, а процесс сертификации. Там нечего спешить. Это мы не блок ловим с вами, друзья. Вот. Поэтому, конечно, можно и нужно. Статус венчурный. Но я уже говорил, Григорий, или там отвечал на этот вопрос. А на какое количество акций будет делиться дивиденды? Будет делиться, не делиться, а выдаваться дивиденды средствами? Будет на количество акций, которые находятся в обороте. Всего у нас... Вот вопрос интересный. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Значит, всего у нас акций, под которые могут выдаваться дивиденды. Вот они здесь. 133 миллиарда 622 миллиона 477 тысяч 666 штук. И это же то же самое и в долларах, поскольку одна акция, один доллар. Вот это количество. Часть из них в ЕРСС Холдинг и часть здесь. Причем половина отсюда свободной оставленной плюс одна акция. И здесь будет половина оставленной как свободной. Это значит, на них не будет ничего не выдаваться. А будет выдаваться, если к тому времени, допустим, в 2019 году будут свободны акции, то, скажем, реализованные акции получат дивиденды от той суммы, которая есть. А основой является эта цифра. Дальше не будем здесь спекулировать какими-то моментами. Вот под эту сумму. Откуда возьмется прибыль на дивиденды, если еще ни одной трассы? Не в 2018-м. Дмитрий Мичуринск. А по результатам 2018-го года. Понятно, да? Будут, и даже не важно, будут ли они запущены, Дмитрий. Важно то, как, каков финансовый поток. Там есть рассчитано, что к тому должно быть. Вот. Но будут такие средства. Что сейчас... Так, 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 так. Я понимаю, что сейчас компания живет только за счет инвестиций. И зарплата сентября, конечно, конечно. Это есть процесс инвестирования. Он обеспечивает полностью все задачи. Вот я показывал, что на 10-м этапе нужно будет сделать, Михаил. Когда строительство будет высокоскоростной трассы в Марино-Горке, продолжаем. Но ведется уже физическое. Как только вся документация будет в порядке, там же ведь сертифицироваться должно все. Все подготовка ведется на заводе, в производствах. Это не значит, что там не двигаются еще бульдозеры. Для этого сейчас готовится трассировка. Все это же подготовительная работа, дорогие друзья. Так. Когда строительство? Марино-Горке. По картам экологизма можно уже оплату производить. Серж. Вы знаете, я не знаю, можно или нет, я сам не проверял. Но говорят, что вот-вот должно быть. Там какие-то есть, по которым можно это делать, дорогие друзья. Так. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то я позволю себе подойти к завершающему слайду. Да, вы делились, Серж. А когда уже опору будет ставить? Ну вот, не знаю, не могу вам сказать. Услышите. Услышите в ближайшее время, когда будет. Или спросите у Сибиряков, он более осведомленных этих вопросов. Так. Рекомендую. Общее дело я еще могу сделать. Любой из вас. Мне понравились сегодня вопросы. Что? Как? Когда? Какой ресурс я для этого имею? Если не имею какие-то комитетии, это дополняю. Имею. Что мне для этого еще нужно? Подучиться, сходить, спросить, прочитать, зайти в документы на сайт, материалы на сайте Анатолия Эдуардовича Юницкого. Там просто кладезь. Вот он показывал и подарил со своим дарственной надписью книгу, где материалы, которые были 30 лет назад им составлены. Я сам вот книгой не видел, я просто удивлялся, полистал это. Ну, вы знаете, дорогие друзья, это не то, что дорогого стоит, это вообще бесценная вещь. 30 лет назад многие вещи уже предполагались. И он настолько доходчиво это все. То есть, много чего нужно. И опять, что, как, когда. И вот этот такой называемый круг, он вообще в жизни позволяет лучше жить. Пользуйтесь им, дорогие друзья. Я консультант вам это говорю, я им пользуюсь. Чего и вам желаю. Всего, а, когда будет окончить зеркаливание. А, разве еще надо охранять? Конечно надо. Почему не охранять? Там охранная система стоит и так далее. Так. Итак, дорогие друзья, настал торжественный момент, печальный момент с вами нашего прощания на сегодняшний день. Прошу извинения за технические неполадки, которые происходили. Ну, такова наша жизнь. Все равно она продолжается. Желаю вам всего доброго. Берегите себя, своих близких. Благополучия вам, доброго здравия и до следующей встречи. Успешного завершения девятого и перехода со своей стратегии на десятый этап. До скорых встреч. Всего вам доброго.